Че, рогацы! Как вы думаете, останется ли Паула Дебала в клубе? Ну, как бы это ни было, он навсегда останется в наших сердцах. Но сегодня я вам поведаю об его непростой и интересной карьере. Родился Паула в Аргентине, в городе Лагуна-Аларга. Его отец очень хотел, чтобы его сын стал футболистом. Попробовать себя Паула решил в команде из его города Ньюэлс Олбойс. Но уже в 10 лет он ушел в команду Институту. Пауло был не особо трудолюбивым и активным на тренировках. Но после смерти его отца, который верил в Пауло до последнего, Дебала полностью изменился и решил стать профессиональным футболистом. Он начал упорно работать на тренировках. И его труды не остались без внимания. Уже 12 августа 2011 года Пауло дебютировал за взрослую команду. А в следующем поединке забил свой первый гол в карьере. В общем, за тот сезон Дебала забил 17 голов, побив рекорд Марио Кемписа, который держался еще с 1972 года. Итальянский клуб из Сицилии, Палермо, следил за аргентинцем. И уже 20 июля 2012 года Пауло стал юниором Палермо. Дебютировал 2 сентября в матче против Ларцу. А 11 ноября в матче против Сандори забил свои первые два гола за Палермо. Пауло являлся молодой звездочкой Сирилиц. И за 89 матчей забил 21 гол. Это всего за три сезона. Когда Дебала узнал, что им интересуется сам чемпион серии А Ювентус, он подумал, что это шутка? Но интерес Юве был настолько велик, что они решили расщедриться на 32 миллиона евро. 4 июня 2015 года Пауло завершил свой переход в Юве. Дебют Пауло опять выполнил Майслаццо в суперкубке. Заменив Комана, он забил свой первый гол за Юве. В серии А он дебютил в матче против Удинеза. А 13 августа забил свой первый гол за Юве в матче против Рома. Зимой, 23 февраля, Пауло забил свой первый гол в Лиге чемпионов против Баварии. В своем дебютном сезоне он выиграл свой первый трофей в карьере. Победил в серии А. Но еще стал лучшим бомбардиром Юве, забив 19 голов. Следующий сезон был лучшим в карьере Пауло. Он стал явным лидером Юве, а за хорошую игру получил подарок в виде продления контракта до 2022 года. Его зарплата в год составляла 7 миллионов евро. В ЛЧ он забил дубль в Барселоне и вышел в финал ЛЧ, который, к сожалению, был проигран 1-4. Но зато Юве опять стал чемпионами Италии. В сезоне 17-18 Пауло наконец-то получил свой любимый номер. Десятка. Тот год ему запомнился первым хитриком за Юве в матче против Дженуа. А в матче против Сосуола он сделал свой второй хитрик за Ювентус. В ЛЧ Пауло со своим клубом вылетел в 1-4 после спорного пенальти на Васкесе в матче против Реала. Юве опять стал чемпионами Италии. Сезон 18-19 был худшим в карьере для Пауло. Из-за разногласий с Массимилианом Олегри Дебало стал часто сидеть в запасе. В ЛЧ Юве вылетел от Аякса в 1-4, но зато опять стал чемпионами Италии. После увольнения Олегри на пост главного тренера пришел Сарий. Он начал доверять больше Пауло. И Дебало вновь стал ключевым в Юве. И настолько ключевым, что стал лучшим моряком сезона в Сере-А. Пауло уже в пятый раз стал победителем в Сере-А. Но в ЛЧ Юве вылетел в 1-8 от Леона. На данный момент Пауло забил 68 голов за Юве в чемпионате. На этом все. Надеюсь, Пауло восстановит свою форму и вернется в основу. А вы поставьте лайк, подпишитесь на канал. Форса Юве, фину алафине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok